Ребят, сейчас мы находимся на кухне, а значит сегодняшняя речь пойдет о питании, о питании наших питомцев. На примере кокоса. Это кокос, ему 8 с половиной месяцев и весит он 11 килограмм. Но несмотря на то, что он весит 11 килограмм, он песик под жарой. Для мопса можно сказать, у него спортивное телосложение. Но почему именно сейчас решили сделать этот ролик? Все по порядку. Кокоса мы забрали из питомника в возрасте двух месяцев и с того времени по нынешний момент мы сменили три вида корма. Хочу отметить, что сразу мы решили, что мы будем кормить щенка кормом для собак. Сухим или консервированным, но никакой еды со стола. Почему? Ответ банально прост. Корм легко дозировать. На упаковке ищем возраст, вес, смотрим какая доза. Делим эту дозу на количество приемов. Все просто. Это первое. Второе. Не приучаем к попрошайничеству. Это сильно осложняет жизнь. И третье. В собачьем корме уже есть все микроэлементы и витамины. Только иногда приходится подкармливать питомца овощами. И в результате всего вышесказанного собака никогда не будет страдать от ожирения. Итак, вернемся к кормам. Как я уже говорил, за это время мы сменили три вида корма. И все три были премиум класса для кормления щенков мелких пород до 10 месяцев. С принятием корма у кокоса не было вообще проблем. Ел он все. И причем с удовольствием. Вопрос. Почему же мы меняли корм? А корм мы меняли лишь по одной причине. У кокоса лезет шерсть. Причем это началось сразу. Ну, будем так говорить, что по истечении двух, наверное, недель это началось. Причем корм мы не поменяли. Сначала, как заводчик нам дал, да, вот этот корм. Какой заводчик дал корм, тем мы и кормили. Да. Это значит, что именно кокоса кормили тем кормом в питомнике, который мы потом впоследствии начали кормить его. Ну, с чем это связано, что нам все говорили, что меняйте корм, меняйте корм. Как бы мы пакеты, которые нам заводчик дал, докормили, потом перешли на другой корм. Говорят, но у мопсов есть аллергия на курицу, на злаковые какие-то культуры. Но корм для щенков у каждого производителя, он для всех щенков одинаковый. Нет, например, корма для щенков мопса или для щенков других каких-то пород. Нет. Есть, например, корм только для щенков. И мы вот так экспериментировали сначала. Чаще всего, кстати, они все с курицей идут. Да. Да не то, что они все с курицей идут. Но с говядиной тоже можно найти, по-моему, с кроликом можно, или с индюшкой можно найти. Сухой корм я лично не видел. Ну да. Только с курицей. Ну, в общем, мы кормили-кормили. Сначала одного производителя взяли, потом другого производителя взяли, третьего производителя. У нас ничего не поменялось. Сейчас кокосу исполнилось 8 месяцев и мы нашли корм для мопсов. Специально для мопсов нашли корм, но там с 10 месяцев. Но мы решили уже начать его сейчас кормить. Сейчас я вам покажу. Это без рекламы, просто роял камин, но корм для мопсов. И вот мы сейчас... Сколько его кормим? Кокоса. Недели три, да? Ну, допустим, недели три мы сейчас кормим этим кормом. Все говорят, что даже если ты будешь постепенно переходить на другой корм, сразу какие-то изменения не будет. Нужно минимум месяца два покормить, чтобы, например, вы увидели, что шерсть начала, ну, меньше лезть. Да, но ты какие-то изменения сейчас... Мне кажется, что шерсть стала меньше лезть. Раньше она просто с него сыпала, сейчас уже такого нету. Она лезет по-прежнему, но уже не в таком количестве. Правильно. В общем, ребят, мы еще не знаем, чем это дело закончится. Может быть, нам еще предстоит. Может быть, один раз, а может быть, и того больше, поменять корм. Нет, и самое главное, что мы еще искали корм, чтобы там на картинке было именно, что против выпадения шерсти, да? И очень мало таких кормов. В основном везде написано, что для пищеварения. Да. И на этом корме, кстати, тоже написано, что для пищеварения. Мы видели пару кормов, где именно стояла картинка, что для шерсти, чтобы она не лезла, и чтобы она была блестящей, здоровой. Да, но мы почему-то взяли... Почему мы взяли? Мы... Мы решили именно для МОПСа... Погодились на производителя, что он выпустил... Да. Что для МОПСа они должны разработать такой корм, да, который будет ему во всех подходить, во всех случаях. И для шерсти, и для пищеварения, и так далее. Правильно? В общем, решили проэкспериментировать. Раз для МОПСа, значит... Ну, в общем, месяца через два, а мы, я думаю, еще месяца два минимум покормим этим кормом, чтобы знать результат, чтобы точно неохота быть голословным и рекомендовать какой-то корм, когда мы еще сами не знаем. В общем, ребят, с чем сталкиваемся, о том и рассказываем вам. В общем, вот так. Ну, помимо этого корма, мы также продолжаем кокоса подкармливать немножко овощами. Когда Виктория готовит, она обязательно ему даст то морковку, то... Чем ты его подкармливаешь? Паприку даю, морковку. Парковку, морковку, паприку и банан. Банан очень любит, да, банан. Вот так. Ну и иногда мы, естественно, даем ему погрызть какие-то косточки, потому что мы кокоса сейчас кормим два раза в сутки. Это рано утром и вечером в шесть часов. И в промежуток между этими кормлениями мы кокосу даем или косточку, или ушко там свиное. Я, кстати, сейчас вам покажу. Мы здесь... У нас карантин сейчас. И мы с женой съездили вчера в Голландию погулять. Там не такие ограничения. И вот мы там купили вот такие жилы. Огромные жилы. Здесь пять штук и они стоили 12 евро. У нас деньги, вот это одна жила в магазине примерно около 10 евро стоит. Здесь пять штук за 12 евро. Я их аккуратненько порежу сантиметров по пять. И кокосу надолго их хватит. А вот он уже, смотри, уже ждет. Ждет? Ну давайте сейчас проэкспериментируем кокос. Я тебе сейчас дам жил одну. Вкусно это или нет? Это, кстати, говядина. Да? Ну все. Да, это говядина. Вкусно. В общем, сегодня у нас распаковка. Сейчас как-то. Ух ты, запах пошел сразу. Как ты его сейчас отрежешь? Ну сейчас я не отрежу. Ой. Ну запашок я вам скажу еще тот. Чувствуется? Фу. Ой. Ну ему-то нравится. Ему-то нравится. Смотри. Ну-ка положи. Ну давай. Сейчас возьмет все это вот здесь и унесет. Кстати, если не давать жилы или косточки, обязательно начнет грызть мебель. Да. Лучше пусть он грызет. Лучше пусть грызет косточки, да. Ну, кстати, они есть вообще без запаха. Да, есть без запаха. Но это с запахом, я скажу. Кстати, вот эти свиные без запаха, а вот это с запахом. Но ничего, ему нравится. Ну в общем, ребята, мы будем прощаться. Здоровья вам и вашим питомцам. Сейчас кокосу нарежем косточки. Начнем угощать. Все. Всем, ребята, пока. Субтитры сделал DimaTorzok